Привет, друзья, с вами Vimes и это топ наиболее понравившихся мне игр 2020 года. Критериев попадания в этот топ всего два. Игра должна была мне понравиться, и её релизная версия должна была выйти в 2020 году. Ранний доступ и всевозможные переиздания и ремастеры — мимо. Дополнения, требующие оригинальной игры — тоже. И в этом году набралось 8 игр, которые, на мой взгляд, достойны называться лучшими. Так что, погнали. Восьмое место. Undermine. Игра от студии Thorium — довольно стандартный роуглайд в духе Айзека. Вы исследуете процедурно сгенерированную шахту, добываете золото, сражаетесь с врагами, взрываете бомбами камни и стены, открываете ключами сундуки и двери и умираете от боссов, ловушек, врагов или просто всевозможных падений в пропасть. Есть предметы, дающие вам различные перманентные эффекты, временные бафы в виде зелий и кристаллов, заряжающих ваше оружие, имеются и всякие магазины с секретками. В общем, всё довольно обычно и выделяется среди прочих роуглайдов Undermine скорее стилем, качеством исполнения и парой конкретных механик. В плане стиля здесь отличный пиксель-арт с красивыми локациями и выразительными персонажами, а также приятный саундтрек, прекрасно с этим пиксель-артом сочетающийся. Что касается качества, то тут у нас хороший баланс, удобное и отзывчивое управление и хороший дизайн боёв. А пожалуй, главная механическая особенность Undermine — то, как тут применяется менеджмент риска и наград в виде проклятий. У вас очень часто возникает возможность получить какое-то преимущество, заплатив за него получением рандомного проклятия с каким-нибудь отрицательным эффектом. Проклятия эти можно с себя снять, но возможности сделать это ограничены и не бесплатны. На них придётся потратить деньги или здоровье, или то и другое, а иногда ещё и возможность получить какой-то бонус. При этом снимается в большинстве случаев не конкретное, а рандомное проклятие. Ещё один элемент менеджмента риска — золото, которое очень активно приманивает слаймов стибриков, стремительно пытающихся с этим золотом свалить. И если в комнате всё ещё есть враги, то вам приходится либо терять золото, либо пытаться его собрать быстрее слаймов, что часто приводит к получению урона. При этом золото обычно нужно сначала добывать из стен, так что в большинстве случаев можно сначала зачистить комнату, а уже потом этим заниматься. Но, во-первых, некоторые враги тоже могут выбивать золото, а во-вторых, многие предметы имеют эффекты с золотом связанные, например на короткое время увеличивают ваш урон при его подбирании. Так что для того, чтобы эффективно этими предметами пользоваться, придётся добывать золото в бою. В итоге успех вашего рана сильно зависит не только от вашего механического скилла и того, какие предметы вам попадутся, но и от правильного менеджмента проклятий, грамотного использования зелий и прочих решений стратегического плана. При этом механические скиллы и предметы, естественно, тоже важны. И хотя в плане вариативности предметов и их влияния на геймплей Undermine очень далеко до какого-нибудь Айзека, с механикой тут всё хорошо. У вас есть ДПС на атаку ближнего боя, более слабый бросок, которым можно диспансионно собирать предметы, прыжок для у ворота и всякие хитрые техники вроде метания бомб ударами. В целом Undermine — отличный рогалик, который хорошо выглядит, хорошо звучит и хорошо играется. Он не пытается быть революционным или супер уникальным, а вместо этого берёт качеством исполнения. Седьмое место. Ori and the Will of the Wisps Первая часть Ori была, пожалуй, лучшей метроид Вании на момент своего выхода. В ней был отличный платформинг, основной уникальной фишкой которого являлась механика отпрыгивания от врагов и снарядов, прекрасная сказочная атмосфера, красочный мир и отличная музыка. И вторая часть — лучше практически во всём. Платформинг всё такой же отзывчивый, но помимо отпрыгивания в нём теперь есть дэши, крюк и ещё несколько новых механик, а переработанная система чекпоинтов позволяет платформинговым секциям быть значительно интереснее и комплекснее. Отличная атмосфера никуда не делась, зато появилось множество NPC и квестов, а сюжет стал более проработанным. Мир не только ещё более красочный, но ещё и в несколько раз больше и разнообразнее, причём локации разные не только в плане визуала, но и геймплейно. Боёвка была, пожалуй, самой слабой стороной первой части, и в сиквеле она претерпела наибольшие изменения. Вместо самонладящейся дальнобойной атаки по ближайшему противнику, в вашем распоряжении теперь целый арсенал оружия ближнего и дальнего боя с разными особенностями, комбо и всем подобным. И вместе с расширением возможностей игрока пришло также заметное увеличение разнообразия врагов и появление боссов. Правда, даже со всеми этими изменениями боёвка всё равно не смогла стать суперкрутой и осталась самой слабой стороной игры, однако она значительно лучше, чем была в первой части. Слабее всего изменились графика, анимации и музыка, но они и так были офигенными, так что им как-то и не нужно. В целом, вторая часть Ори лучше и масштабнее первой почти во всём и является одной из лучших игр в своём жанре. 6 место. Ghostrunner. Платформер от первого лица с ваншотной боёвкой в стиле Hotline Miami звучит как что-то, что совершенно не должно хорошо работать. Тем не менее, Ghostrunner удается совмещать отличный платформинг с прыжками, дэшами, бегом по стенам, крюком и всякими зиплайнами и быструю и динамичную боёвку, которая берёт качеством, а не числом. Разновидностей противников немного, но все они заставляют сражаться с собой совершенно по-разному, и различные их сочетания делают каждую арену интересной. Оружие у вас вообще всего одно, со всего одной кнопкой атаки, однако все враги умирают с одного хорошего попадания, а с правильным таймингом катану можно использовать не только для убийств, но ещё и для убийств с помощью отражения вражеских выстрелов. Активных объёвок всего 4 и у них общий довольно долгий кулдаун, зато они позволяют мгновенно избавиться от нескольких врагов сразу и очень сильно облегчить любую арену. Платформинг не только хорош сам по себе, но и отлично интегрирован в боёвку. Во время боя вы постоянно бегаете по стенам, притягиваетесь куда-нибудь крюком или используете зиплайны, как для того, чтобы добраться за следующего противника, который вполне может быть вне досягаемости обычной ходьбой, так и для того, чтобы уворачиваться от стрельбы и прочих ударов. Level Design ясно даёт понять, куда вам нужно и как именно туда попасть, но одновременно даёт развернуться на аренах, которые достаточно открыты и позволяют проходить себя совершенно по-разному. Также на локациях хватает секреток, в которых правда лежат исключительно коллекционные предметы из киномича. Визуально Ghostrunner радует стильным киберпанковым городом, разделённым на несколько довольно сильно отличающихся локаций. При этом классический киберпанковый стиль с небоскрёбами, меоновыми вывесками на всех возможных языках, туманом и всякими индустриальными трущобами выдержан идеально. Лиграфон тоже отличный. Ну и шикарнейший электронный саундтрек отлично подходит как визуалу игры, так и геймплею. Сюжет ничего особо оригинального из себя не представляет, но подаётся хорошо, и без постоянных монологов архитектора игра бы много потеряла. А вот без чего было бы явно лучше, это без секций с кибербездной, в которых у вас отбирают абсолютно всю мобильность и заставляют медленно и уныло идти вперёд, слушая эти самые монологи и иногда решая довольно дурацкие пазлы. В лучшем случае кибербездна просто замедляет темп игры без какой-либо на то причины, а в худшем активно вызывает ненависть кривыми пазлами с кривыми чекпоинтами. Однако если несколько пятиминутных унылых секций — это главная проблема семичасовой игры, значит у этой игры всё вполне хорошо. Ну, кроме того факта, что она коротковата и хочется ещё. Только не играйте в Ghostrunner, если вы не любите умирать в играх, потому что этим заниматься придётся много. Пятое место. Project Wingman. Project Wingman — это в первую очередь игра от фанатов серии Ace Combat для фанатов серии Ace Combat, но не дайте такому описанию вас отпугнуть. Возможно, вы просто ещё не знаете, что являетесь фанатом Ace Combat. Если вам хотя бы слегка кажется, что всякая боевая авиация — это что-то крутое, то вам сюда. Wingman — не симулятор, и тут не нужно часами разбираться в управлении и лететь до цели, чтобы сбросить одну бомбу и возвращаться на базу. Тут нет сложной системы повреждений, в которой вам могут отстрелить за крылки или продырявить топливный бак. Зато ваш самолёт управляется просто и интуитивно, и несёт огромное количество ракет, бомб и прочего вооружения, которые есть куда тратить. На каждой миссии вам противостоят десятки, а то и сотни вражеских самолётов, танков, кораблей и всяких летающих линкоров. Миссии разнообразны в плане сеттинга. Тут и прикрытие союзного линкора в очень штормящем море, и налёт на промышленный комплекс в жерле вулкана, и одиночный ночной рейд на систему ПВО в горах. Геймплей, но, к сожалению, всё почти всегда сводится к уничтожению почти вражеских целей, без какой-либо особой вариации, но уничтожать вражеские цели тоже весело. Сюжет подаётся примерно как в Вейскомбатах — в брифингах и радиопереговорах, то есть на 95% с помощью озвучки. И сюжет этот довольно интересен, с достаточным количеством всяких внезапных поворотов, вау-моментов и всего такого. Хотя в финальной четверти игры качество сценария слегка падает. Помимо сюжетной кампании, в Вингмане есть Роуглайт-режим завоеваний, где вы регион за регионом захватываете страну в процедурных миссиях, а между ними нанимаете себе союзников. Также в кампании есть анлочная максимальная сложность, которая работает скорее как НГ+, и уже с первых миссий кидает на вас крутых эндгеймовых врагов. Визуально Project Wingman радует не только качественно смоделированными самолётами, но и красивыми эффектными освещениями, а также всякими мелочами вроде капель дождя на фонаре кабины. Отдельного упоминания заслуживает абсолютно шикарный саундтрек, отлично подходящий к происходящему на экране. В итоге Project Wingman совсем слегка не дотягивает до лучших эйз комбатов, что для игры с бюджетом меньше 100 тысяч долларов, сделанной командой из трех человек, отличный результат. Четвёртое место Black Meza Первая часть Half-Life — одна из самых важных игр в истории. Бессмертная классика, которая и сегодня играется вполне неплохо и устарела разве что в плане графики. Так что если бы Crowbar Collective в своём ремейке переделали исключительно визуальную часть игры, оставив всё остальное нетронутым, получилось бы вполне отлично. Но это не то, что произошло. Black Meza — это полноценный ремейк первого Half-Life, сделанный с нуля, и он умудряется одновременно очень точно следовать оригиналу и очень сильно от него отличаться. Тут есть всё, что вы помните из Half-Life 1, начиная от того, что игра стартует с экскурсии на поезде по, собственно, научному комплексу Black Meza, и заканчивая какими-то конкретными моментами, вроде вот этого наклонного лифта, при повестке на котором на вас падают хэткрабы. Но при этом абсолютно всё в Black Meza другое. Комнаты выглядят и соединяются по-другому, враги по-другому расставлены, баланс оружия совершенно другой, в игре есть новые куски локации, новые секретки и новые пазлы. И всё это отлично вписывается в более соответствующие Half-Life 1 элементы. Ничто не выглядит как что-то лишнее, всё так, как оно и должно быть. Самое значительное расхождение Black Meza с оригиналом — финальная секция игры, в которой мы попадаем в мир Zen. Эта часть Half-Life 1 примерно никому не нравилась из-за посредственного левого дизайна, огромного количества довольно дурацкого платформинга и нескольких совершенно неочевидных и странных боссов. В Black Meza Zen не имеет почти ничего общего с оригиналом. Он значительно больше и составляет где-то треть игры вместо примерно 10% в Half-Life 1. Платформинг намного адекватнее, как в плане управления, так и понятности того, куда вам собственно нужно попасть и как именно это нужно сделать. Левый дизайн офигенен как в плане визуала, вместо унылых коричневых летающих островов с унылыми коричневыми пещерами тут целая экосистема с кучей различных красивых растений и животных, так и в плане геймплея. Платформинг гармонично сочетается с боевыми секциями и пазлами. Боссы тоже намного лучше, понятнее и интереснее. Также Half-Life был одной из игр, популяризовавших такую вещь, как подача сюжета через окружение. И этот элемент в оригинальном зене практически полностью отсутствовал. Зато в Black Meza'овском его просто до хрена. Как в общем-то и в остальной игре. Вам всегда есть на что посмотреть и о чем задуматься. Забавно, но главный минус Black Meza тоже в зене и заключается в том, что финальный его уровень слишком затянут и однообразен. Это, пожалуй, единственный момент, в котором страдает темп игры. Во всем остальном, Black Meza это, по сути, идеальный ремейк одной из важнейших игр, который приводит к современным стандартам не только графику, но и боевку, пазлы, левый дизайн и вообще весь геймплей, оставаясь при этом верным оригиналу в атмосфере и динамике и улучшая его везде, где только можно. Третье место. Risk of Rain 2. Первый эрор был очень необычным роуглайтом. 2D-экшен с обилками как в мобах, постоянным нарастанием сложности, постоянно респавнивающимися врагами, предметами, которые можно стакать до бесконечности. Ничего похожего на Risk of Rain просто нет. Ну, или точнее, не было, до выхода второй части, которая сохранила практически весь геймплей первого риска, но перенесла его в 3D. Естественно, этот перенос не обошелся без геймплейных нововведений. Вроде необходимости целиться. Однако играется второй Risk of Rain именно как первый, только в трех измерениях. Вы появляетесь на локации, у которой есть несколько фиксированных вариантов, и шаритесь по ней в поисках полезных предметов и телепорта на следующий уровень. Предметы достаются из сундуков за деньги, которые вы получаете за убийство постоянно появляющихся вокруг врагов. Активация телепорта спавнит босса, и после его убийства, и зарядки портала нахождением около него определенное время, вы можете перейти на следующий уровень. При этом сложность игры постоянно растет со временем, и основной челлендж — правильный менеджмент этого самого времени. Слишком надолго задержитесь на уровне — отстанете от скейлинга и не сможете адекватно убивать врагов. Активируете телепорт слишком быстро — не сможете набрать достаточно предметов и тоже будете страдать. С самими предметами все тоже непросто. Их дофига, и эффекты почти всех из них довольно значительны. А еще они стакаются, причем почти все стакаются бесконечно. И хотя разные предметы не взаимодействуют друг с другом напрямую, многие из них проки, и они могут друг друга прокать. Например, вы можете найти предмет, дающий вам шанс запустить ракету при попадании по противнику. И эта ракета может прокнуть другой предмет, пускающий от врага, в который вы попали, цепную молнию в нескольких ближайших. И каждое попадание цепной молнии может прокнуть ракету, а каждый из этих ракет — еще цепную молнию. Так что с удачным сочетанием предметов можно получить абсолютный имбовый билд, после пары выстрелов которого умирает пол карты. При этом удачное сочетание предметов зависит не только от рандома, но и, в какой-то мере, от ваших решений. В игре есть мультишопы, позволяющие выбрать один предмет из трех, цветные сундуки, содержащие вещи конкретного типа, утилизаторы, позволяющие переработать ненужный вам хлам на вторсырье, 3D-принтеры, позволяющие потратить это сырье на конкретный предмет и другие способы влиять на то, какой билд у вас соберется. Конечно, вы не можете гарантировать, что вам выпадет конкретный предмет, но все же возможностей по манипуляции рандомом у вас достаточно. Еще одна вещь, которая может сильно повлиять на ваш ран — это выбор персонажа, которых тут десяток, каждый с анлочными вариантами обилок и каждый с уникальным геймплеем. Команда стреляет из скорострельных и довольно точных пистолетов, охотница сражается с самонаводящимся луком, имеющим ограниченную дальность, но позволяющим атаковать, не избавляя скорости. Наемник очень мобилен, но использует катану, которая, очевидно, работает только в упор, а крит заражает врагов ядом. Персонажи, их альтернативные обилки и многие предметы онлочатся разными довольно интересными челленджами, некоторые из которых выполняются сами по себе, например, умереть пять раз, а для некоторых нужно будет делать что-то весьма специфичное, например, пройти 20 уровней за один ран. Да, кстати, о 20 уровнях. Игра бесконечна. После пятого уровня вы можете пойти к финальному боссу и завершить ран, а можете на второй круг с первого уровня. При этом, как я уже сказал, большая часть предметов стакается до бесконечности, так же как и бесконечно растут статы врагов со временем. Видов врагов, к слову, не супер много, но при этом они все интересны и заставляют реагировать на себя по-разному. Бизоны чарджатся в вас, грибы создают ядовитые ауешки на земле, виспы имеют хит-хан атаку, от которой практически невозможно увернуться, и спавнятся большими группами, но наносят довольно мало урона и имеют очень немного хп. И так далее. Визуально, Risk of Rain выглядит очень необычно. Такой яркий мультяшно-пластилиновый стиль с минимумом детализации. Смотрится не супер круто, но на удивление хорошо позволяет понимать, что происходит в хаосе, который начинается после второго цикла. Правда, визуальные эффекты некоторых врагов и активных предметов абсолютно вервиглазны. Зато с музыкой все шикарно. Она необычная, стильная и отлично подходящая к геймплею. В целом, Risk of Rain 2 – это очень динамичный экшен-руглайт с отличным геймплеем, огромной реиграбельностью, интересными анлоками и необычным стилем. Второе место. Факторио. Вы начинаете игру с буром, печью для переплавки, горстью железа и пистолетом. Вы добываете немного руды, переплавляете ее, крафтите еще несколько печей и буров, налаживаете добычу железа, меди, угля и камня. Потом крафтите из этих ресурсов паровую электростанцию и лабораторию и исследуете автоматизацию. Строите несколько заводов, загружаете в них ресурсы, и они крафтят для вас печи, буры, конвейеры и манипуляторы. С помощью этих конвейеров и манипуляторов вы налаживаете подачу ресурсов от буров к переплавке, а дальше к нужным заводам. Спустя 10 часов у вас есть приличного размера база, которая тратит больше железа, чем ваше стартовое месторождение способно обеспечить. Вы не уверены, куда именно это железо тратится, но знаете, что вам его нужно больше. Так что вы находите на карте пятно железа пожирнее и начинаете прокладывать туда рельсы. Спустя еще пару часов у вас есть добывающая база и поезд, который подвозит руду раз в пару минут. А также осознание того, что вы еще не завтракали, а уже пора ложиться спать. Факторио – это игра про автоматизацию, логистику и расчеты производственных цепочек. В ней нет какой-то суперглобальной финальной цели. Вам, конечно, нужно построить ракету, чтобы формально завершить игру, но это не только не лишает вас возможности играть дальше, но и наоборот, дает доступ к эндгеймовым бесконечным исследованиям. В ней нет какого-то особого челленджа. Вроде здесь скорее для замедления вашей экспансии и необходимости тратить дополнительные ресурсы на оборону, а не для увлекательного геймплея по их уничтожению. Нет, Факторио – это игра про то, как вы строите эпичный блок по производству, например, фиолетовых научных пакетов, подключаете его и смотрите, как приходящие по пяти конвейерам исходные ресурсы превращаются сначала в промежуточные продукты, а потом и в науку, которая уезжает в сторону ваших лабораторий. Ну, или не уезжает, если вы где-то что-то не так поставили. В плане презентации, Факторио радует красивой пререндеренной спрайтовой графикой, очень напоминающей визуальный стиль первого Старкрафта, только в современном исполнении. Музыка не напряжная и не особо запоминающаяся, но вполне подходит геймплею. Интересна также кастомизируемость всего. Во время генерации карты вы можете настроить абсолютно все, что угодно. Частоту появления и количество ресурсов, лесов, водоемов, количество скал, можете отключить врагов, если они вас бесят, или уменьшить частоту их атак, или наоборот загнать все в максимум и потерять базу через 15 минут после старта. А если этой кастомизируемости вам недостаточно, или если просто игра уже надоела, можно обратиться к модам, которых огромное количество и которые существуют на любой вкус, начиная от изменения освещения для более светлых ночей, и заканчивая глобальными модификациями, добавляющими пачки новых ресурсов, рецептов, зданий и предметов, а иногда и совершенно новые механики, вроде полетов на другие планеты. В общем, если вам срочно нужно потратить куда-то пару десятков, или сотен часов, и вам нравится решать всякие логистические проблемы, то вряд ли вы найдете что-то лучше, чем Факторио. Первое место. Doom Eternal. Doom — одна из моих любимых серий игр. Самая первая часть вышла в 93-м и была одним из основателей всего жанра шутеров от первого лица. Однако, несмотря на свой возраст, даже сегодня она играется вполне достойно, благодаря отличной динамике и хорошему балансу. Вторая часть, на первый взгляд, мало чем отличается от первой, однако новые враги добавляют и так глубокой и интересной боёвке, ещё больше глубины и тактики, а супер дробовик делает арсенал Doom Gaia ещё более фановым. Третий Doom ушёл куда-то в сторону Half-Life и System Shock'а с хоррорной атмосферой и всевозможными аудиологами, часто содержащими важную информацию вроде кодов от дверей, но при этом сохранил динамичный мясной геймплей. В целом, Doom 3, наверное, худшая игра в серии, но всё равно одна из лучших игр своего времени. Ребут 2016 года отказался от перезарядок и аудиологов, зато решил классическую проблему лечения в шутерах, заключающуюся в том, что основные два его варианта — это раскиданные по локации аптечки, с которыми общий объём отхилы за уровень ограничен, и регенерация здоровья, которая подталкивает игрока к пассивной оборонительной игре. В Doom же враги дропают хилки, когда у вас мало ХП, а также дропают ещё больше лечения от зверских убийств, добивал их ближнего боя. В итоге лучший способ выжить — агрессия, и это делает боёвку ещё динамичнее и мяснее. И Этернал не только не отказался от этой агрессии, но и наоборот сделал на неё ещё больший упор. Вам нужно лечение? Продомажьте врага и сделайте добивалку, или просто взорвите группу каких-нибудь слабых зомби. Нужна броня? Огнемёт заставляет врагов её дропать при получении урона. Кончаются патроны? Бензопила, видимо, является крутым алхимическим артефактом и способна трансмутировать фонтаны кровью в боеприпасы. И эта самая бензопила была и в предыдущей части, но там топливо было относительно редким, а враги дропали патроны и так, так что на деле она являлась скорее средством для ваншота сильного противника пару раз за уровень. А в Этернал единичка топлива регенит, и пила — ваш основной источник патронов. При этом ХП, броня и патроны кончаются быстро, так что проявлять агрессию с целью всё это у противников отобрать придётся постоянно. Очень ограниченный максимальный боезапас оружия не только заставляет вас часто пилить, но и намекает пользоваться всем арсеналом, а не только одной пушкой. Пила восстанавливает примерно половину всего вашего боезапаса. Также к использованию разного оружия вас направляют враги и их уязвимости. Скажем, к какодемона можно мгновенно перевести в состояние готовности к добивалке, попав ему под ствольной гранатой дробовика в пасть, а арахнотрона можно сделать значительно менее опасным, отстрелив ему турель из винтовки с оптикой. При этом, сначала может показаться, что игра заставляет вас использовать конкретные пушки и тактики против конкретных врагов, без особой возможности импровизации, но это совсем не так. Того же какодемона можно не только накормить гранатой, но и ваншотнуть залпом с самонавидением из ракетницы или заряженным выстрелом из аркбаллисты, или пару секунд пострелять из минигана, или просто сделать комбо из нескольких выстрелов баллисты и снайперки. И кстати о комбо. Еще один повод пользоваться разным оружием, это тот факт, что анимация отката после выстрела не мешает вам менять пушку, так что например выстрелить из баллисты, потом из двустволки, а потом из снайперки значительно быстрее, чем сделать три выстрела из чего-то одного. Добавьте к этому еще пару разных гранат на кулдаунах и очень мощный кровавый удар ближнего боя, заряжающийся от добивалок, и вы получите супер динамичную боевку, которая требует постоянной агрессии, переключения оружия и его модификации, грамотного менеджмента кулдаунов почти разных инструментов и постоянного перемещения. Именно требует, потому что если вы попытаетесь тупо подходить к врагам и стрелять в них из двустволки, то очень быстро отправитесь на чекпоинт, потому что враги в Этернале опасны. Почти у всех противников есть быстрые и мощные атаки ближнего боя. Почти все враги также способны буквально за секунду убить вас и издалека, если вы остановитесь или даже просто будете двигаться, не используя всю доступную вам мобильность. Демоны агрессивны и достаточно живучи, чтобы вы не могли убивать их быстрее, чем они становятся проблемой. Каждый бой, каждая группа врагов требует от вас грамотного подхода. Вам нужно грамотно приоритизировать цели, грамотно выбирать оружие под ситуацию, грамотно использовать инструменты, грамотно перемещаться. Если вы делаете что-то из этого недостаточно хорошо, Этернел вас убивает. Однако если играть в Doom правильно, используя все его механики и понимая все его нюансы, то боевка Этернел доставляет больше удовольствия и адреналина, чем абсолютно любой другой шутер. Вы ощущаете себя настоящим палачом рока, способным рвать в клочья орды демонов, не потому что эти демоны легкие, а ваша двустволка имба, а потому что вы стали мастером этой боевки. Мне кажется, уместная аналогия с каким-нибудь DMC, в котором вы сначала с трудом проходите уровни и убиваете врагов, а спустя какое-то время уничтожаете все живое, не получая урона и набивая рейтинг ССС, не потому что круче стал ваш персонаж, а потому что круче стали вы, игрок. Все эти DMC и прочие игры с подобной боевкой на западе иногда выделяют в жанр спектакл файтер. Спектакл в данном случае означает зрелищность, и для меня Doom Eternal это не просто шутер, а игра, породившая новый поджанр, спектакл шутер, и являющаяся лучшим, хотя уже не единственным, потому что есть, например, ультракил, его представителем. При этом боевка далеко не единственная, за что можно похвалить Этернал. Возьмем, например, левел-дизайн. Локации разнообразны, офигенно красивы и полны всяких секреток, как с коллекционным хламом, так и с ценными вещами вроде апгрейдов оружия. Арена с врагами различны не только визуально, но и геймплейно. Есть небольшие комнаты и узкие коридоры, есть открытые пространства со всякими прыгалками и кучей вертикальности. Между аренами вас ждут секции с платформингом, которые не только дают передышку от безумного экшена, но и позволяют отточить навыки перемещения, которые тут тоже отличные. Помимо бега у вас есть двойной прыжок, двойной дэш, возможность забираться на уступы, возможность прыгать с перекладин и крюк на двустволке, позволяющий притягиваться к врагам. И все это используется не только в этих секциях с платформингом, но и во время боя. Ну и да, если вы подумали, какой нафиг платформинг в Doom, то предлагаю вспомнить, например, уровень Perfect Hater E4 M2 из самой первой части. Наличие вменяемого сюжета в этой серии игр вызывает на самом деле больше вопросов, чем платформинг. Но тут все тоже вполне неплохо, по крайней мере подача значительно лучше, чем была в 2016 Doom, где главный герой показательно игнорировал попытки остальных персонажей сюжетствовать, а вот игроку такой возможности не давали, заставляя слушать кучу непропускаемых диалогов. В Этернале же сюжета сильно больше, но есть возможность скипать заставки направо и налево. Сам сюжет нормальный, ничего особо плохого про него сказать нельзя, но и ничего особо хорошего тоже. Зато много хорошего можно сказать про саундтрек. Мик Гордон все так же офигенен, да и заменившие его в DLC Эндрю Холшот и Дэвид Леви тоже очень крутые. Идеален ли Doom Eternal? Конечно же нет, в нем полно багов, косяков, странных решений, вроде необходимости добивать абсолютно всех трешевых зомби вот на этой арене и прочих мелких проблем. Но несмотря на эти проблемы, он является не просто лучшей игрой этого года, а одной из лучших игр вообще. Ну и это мой топ 2020. Год получился богат на релизы из раннего доступа. В половину этих игр можно было поиграть и раньше. В некоторых случаях — сильно раньше, вплоть до 2012. Но релизнулись они в 2020. Было и помимо этой восьмерки несколько хороших игр, но все же не такого уровня. В завершение я хочу сказать пару слов о том, почему в этот топ не попали несколько конкретных игр. Первая из них — это Yakuza Like a Dragon. Вполне вероятно, что она заслуживает здесь места, однако я начал в нее играть совсем недавно и не успел наиграть достаточно, чтобы составить полноценное мнение. Но я могу сказать, что у меня в пати есть бомж, одна из обилок которого заключается в том, что он кидает во врага семками, после чего на того налетают голуби и жрут его. Как минимум, такое заслуживает упоминания. Вторая игра, которой нет в моем топе — это Demon's Souls. Во-первых, я не играл в нее и не собираюсь играть в нее, пока она не появится на ПК. Во-вторых, даже если бы я в нее играл, в топ она бы не попала, потому что геймплей на этот ремейк практически ничем не отличается от оригинала. Так что технически это игра 2009 года. Ну и в-третьих, оригинал мне совершенно не нравится, так что шансов у демонов в любом случае не было. Дальше — Hades. Тут ситуация довольно сложная, потому что игра изначально вышла в EGS, в котором я ее приобрел в качестве такого теста этого магазина. Ну и потому что две из трех предыдущих игр этой студии явно были бы на высоких местах в моих топах, если бы я эти топы тогда делал. Тест получился абсолютно отрицательным, и иметь что-либо общее с Epic Games Store я не хочу. В том числе я не хочу иметь их клиент на своем ПК. При этом сам Hades мне в целом понравился, но не настолько, чтобы у меня было желание покупать его повторно. В общем, если не вдаваться в дальнейшие подробности, если бы не EGS, то Hades скорее всего был бы в этом топе, но где-то в нижней его половине. Ну и последнее — Cyberpunk 2077, который, во-первых, вышел в абсолютно ужасном техническом состоянии, а во-вторых, даже не учитывая это состояние, оказался игрой довольно средненькой и явно недостойной тут быть. Следующий же год — странный. Очень необычно не ждать возможного релиза Боэхмезы. Видимо, теперь в ежегодных ожиданиях от следующего года ее заменят новости о Hollow Knight'е и Elden Ring'е. Ну, а кроме этих новостей, я даже не знаю, чего ждать. Пара игр, возможно, выйдут из раннего доступа — Curse of the Dead Gods, Last Epoch, Prodeus. Еще пара релизов могут быть интересными, например, Deathloop и новый Resident Evil. Но в целом, хрен его знает, ждем и смотрим. Ну а на сегодня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, тыкайте колокольчики, пишите в комментариях свои топы и почему я не прав и на самом деле мне больше понравились другие игры и все такое. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. С Новым Годом!